Это канал Сансара Это продукты, затем привезли обогреватель Но когда мы увидели те условия, в которых живет бабушка Она жила в аварийном, непригодном для жилья доме Мы поняли, что нужно что-то с этим делать И мы снимаем ролики уже два года И этот выпуск самый сильный, самый масштабный на нашем канале В прошлом выпуске мы пробурили бабушке Нине колодец А в этом выпуске мы построили бабушке самый настоящий дом В связи с событиями, которые происходят в мире Я буду сниматься в этом выпуске в маске И буду соблюдать дистанцию Ну, собственно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Приятного просмотра Давайте туда мы сейчас на машине поедем и покажем, где Вот мы на такси, хорошо? Там сейчас 50 метров и слева будет дом Перед строительством основного дома необходимо поставить бытовку Так как строители будут строить практически круглые сутки И мы решили, что бытовку поставим прямо здесь Параллельно вот, собственно, той бытовке, где сейчас живет бабушка со своими бытомцами Бытовка, в которой будут жить строители, она затем останется у бабушки То есть ее не будут разбирать Эту бытовку мы тоже дарим бабушке И затем бабушка может ее использовать под свои нужды Это слив, да, сейчас? Нет, сейчас еще нет пока Ну, до этого сливали Ага А сейчас, ну, фиксируем эту крышку, все делаем Сейчас ведро повесим Ну, воды нормально, 6 колец сливалось Ништяк вообще Я сам в шоке Вот он вчера слил, считай, кольцо мы откачали Вот за ночь полукольца А, ну да, да, получается прям Да, она же вообще была глубокая Ну, 6 колец, одна 6 колец получается 3 сверху, 1, 2, 3 Теперь уже, наверное, вы скоро в бабушке будете за водой ходить? Ну, возможно Не исключено У вас же водопровод? Да, да А, ну так его могут отключить, да? Ну, возможно Ребята молодцы Вот я и музыку включала С 5, наверное, до 11 вечера вот это А, радио пригодилось Да, качали Да, я маяк, там песни хорошие Там итальянцы, итальянцы Мне очень нравится вот это акта радио А маяк Там действительно и певцы хорошие Стильные Спасибо, что приодели Дети и то говорят У вас новая куртка У вас новая куртка Заметили? Да, да, вот так, вот так Дети все замечали Ну, работа большая Что делать? Ситуация-то и в стране, и в мире вообще сложная Друзья, в руках у меня задаток за бытовку и за дом И с этого момента Вот эти бумажные деньги Начнут свое превращение В реальные здания, в реальный дом Так, тогда считайте А получается, сейчас ребята бытовку, да, поставят? А потом? Сразу в дом А, сразу А дом за сколько дней примерно поставят? Да завтра уже готовят Завтра? Мы тоже поехали Вообще Ну, уже готовят Прям уже завтра Вот это да Обалдеть Я думал 3-4 дня будет Каркасно-счетовой дом Каркасно-счетовой дом Каркасно-счетовой дом То есть, если даже аллергия, то он, так скажем, безопасный Окна будут ПВХ, полы шпунтованы, утепление пол 150, стены 150, потолок 150 Крыша оцинкована, профлист, и все, готовый дом То есть, зимой будет держать? Нормально теплый дом Ну, вот у нас на выставке идет пятидесятка, ну, отопление включено Когда сильный мороз, чуть-чуть, конечно, продувается А вот 150 А это 150 Он небольшого объема энергоизбережения, то есть, не 100 квадратов отапливать, а 16 квадратов Ну, очень оперативно Стараемся У вас даже сегодня, возможно, дом будет, а завтра уже? Ну, не загадывай, не загадывай, ребята, еще надо вот площадку разровнять Большая часть будет готова, завтра уже, завтра к обеду будет готов Ну, да, это чем они будут разравнивать? Тут же кирпичи всякие Это генерализм с Валерой, молодцы Ну, что говорить, работа проходит большая Это все же, видите, подключаются Ну, да, двое Ну, не хоромы, конечно, устроили Не, ну, а что мне бегать там? Ну, однозначно лучше, чем то, что будет Ну, это же, гнилушка сейчас гнила, что говорить Гнилью одну Давайте посмотрим, что происходит с колодцем Компания нам выкопала, собственно, сам колодец, поставила бетонные блоки А подготовка и обслуживание колодца выпало на долю Сашки Что он сделал, давайте посмотрим Как видите, кстати, друзья, вода поднялась Когда мы копали, она была на уровне девятого блока Сейчас она поднялась на шесть блоков вверх Сашка повесил сюда цепь, купил ведро Фактически колодец готов Единственно, нужно три раза профильтровать, откачать воду Собственно, чем сейчас Сашка и занимается Ну, и рекомендуется воду сдать на анализы Поскольку до анализов, ну, скажем так, это техническая вода Друзья, вы сами видели, что за человек Сашка Так его называют бабушкой Я его действительно хочу порекомендовать Сейчас вы видите кадры того, что сделал Сашка у себя на участке Это действительно мастер с золотыми руками Единственный минус, он работает только по Тульской области Поэтому, если вам нужен такой человек, я оставлю ссылку на него в описании с его номером Начинаем, мы отсидываем Сидит туда А, туда? Да, 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 вот, вот, вот Точка одна, и туда Двигается Туда Здесь начало Начало Ставь сюда А вы, кстати, были где-нибудь? Куда-нибудь ездили вы? В какую-то страну В командировку Ну, в каких странах были? В Башкирии была В какой стране-то я в Башкирии была, ездила Ну, там ела Пчела там крупная, вот такая А почему в Башкирии? Ну, потому что на нефтепромостях А, по работе, да? По работе, да По работе, да По работе Так мне с собой потом меду наложили Прям вот кусками белоснежный мед Отличает Вот их не пчела Очень крупная Отличает Здесь надо Огород еще посадить Укропчик посадить Приедете Шашлычок там Нет вам шашлычок Нет вам не надо Да, да Укроп Укроп Я огурчики хочу Огурчики Огуречки Как хорошо Где мы огурчики любят? Да все любят огурчики Все же огурчики там С салочкой Самое основное в доме это конечно же фундамент И вы скорее всего смотрите это видео несколько минут А ребята уже делают фундамент несколько часов Когда мы решили построить домик бабушки Нине Мы отталкивались от конкретного случая Бабушка у нас пожилая Важно чтобы дом был теплый Чтобы он удерживал тепло Поэтому мы строим компактный надежный дом На это есть несколько причин Во-первых пенсия у бабушки небольшая Ей нужно топить этот дом И нужно планировать бюджет Во-вторых маленький компактный дом Натопить гораздо легче И он дольше будет удерживать тепло Ну а в-третьих Бабушке собственно и не нужна какая-то большая территория Ей нужно Такой дом чтобы она могла за ним следить И за ним ухаживать Поэтому прежде чем писать что дом маленький Учитывайте все вот эти характеристики Которые я вам озвучил Друзья хочу вам показать кое-что интересное Ну собственно пойдемте Не буду вас томить Скажу то что это связано с колодцем Сейчас мы посмотрим Как происходит процесс очистки Друзья Вот этот шланг он выходит С участка бабушки Нины Здесь идет процесс очистки Это еще не крайний этап Но то что я уже вижу Вода абсолютно уже прозрачная И самое главное друзья То что до недавнего момента 24 года бабушка жила абсолютно без воды И мы с вами ей подарили Одно маленькое большое чудо Это вода течет с участка Нашей бабушки Нины Друзья Не так давно на нашем канале Появилась кнопка спонсорства И если у вас есть внутренний отклик И желание поддержать наш канал То вы можете выбрать удобную опцию И эта ваша поддержка действительно Очень цена для нас В процессе выяснилось то что бабушке Совсем нечего есть До пенсии еще довольно далеко И поэтому бабушка вынуждена поститься Она попросила нас Купить ей 2 булки хлеба Правда вы знаете то что мы купим Ей гораздо больше Собственно пойдемте и купим Нам бы тоже картошки Если у вас есть Картошки там отдельно Отдельно А Так а тогда Может быть у вас макароны есть Да макароны каши Давайте макароны Штуки 4 5 Ну разных да Потом получается нам Штуки 4 Гречки Штуки 4 Риса Хорошо А есть консервы кукуруза там что-то такое Да Давайте штуки 4 кукурузы Штуки 4 там Гороха Давайте еще 4 геркулеса Пару чекопаев еще Хлеб нам же Нас же за хлебом послали Надо не забыть Можно сыра тоже Спасибо огромное Друзья Нужно сейчас еще взять картошки Сейчас ее собственно и купим Довольно тяжелые пакеты получились Ну что ж Мы закупились На первое время Точно бабушки хватит А потом мы еще довезем Хлеб тоже купили А это что-то какую-то бульбу набрали Ну картошка Такая крупная Да Картошечка есть Это одной картошкой Можно накормить пол столовой Пойдемте Отнесем Так Ну поставлю я кофе в новом чайнике Пять картошки сварю Картошку хорошую делаю Друзья пока вот мы съездили в магазин Ребята уже сделали фундамент Сделали основание И хочу обратить внимание Полы здесь действительно очень теплые Просто посмотрите какая толщина утепления Оно такое с ладонь да? Да Серьезно Прям подложись И медовый месяц На этой кровати 20 Ну все впереди Все еще впереди Это Ребята Спасибо вам большое за Грубо говоря за жрачку Без еды и скучно Правильно? Дом я хочу сказать Мне нравится Что вот смотрите То есть получается Вот это вот пол да? Получается Ну полторы ладони да? Что он к таку поднят? Да Да Вот это хорошо да? У меня вопрос Вопрос Насчет пиона Не насчет пионов Вот что означают вот эти три палки с бутылками? Три палки с бутылками означают что не ходить запретная зона за границей А это граница да? Да 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 Чтобы видно было Кстати Дим Вот эти бурхины меня угощали Сейчас они не приехали Вот они покупают в Москве только Физотео зеленый чай там манго с этим Угощали очень вкусная штука Ну и привезем Вот Какое-то видишь Что это? Физотео Это они меня угощили Я их использую потом Вот огород у меня сделали Донышко отрезаю И накрываю где сажаю Чтобы Знать тут у меня огурец А тут помидор А тут помидор Ну ты картошку мне купил Как хозяин Сам хозяин такой И картошка такая Я вот не знаю как вы А я вот рад то что мы ваш старый дом снесли Слава богу Слава богу сколько рухляди Гнилось какая Гнилось какая Как он вообще держался Смотрите что это за птичка Друзья не хватило несколько досок для пола Но завтра ребята все довезут Мы собственно говоря тоже будем закругляться Встречаемся здесь же на этом месте Приятного аппетита Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok